Сижу на кухне, готовлю, освещение у меня тут такое естественное, но надеюсь, вы не будете против. И решила записать небольшое видео, рассказать вам историю об автосервисах в городе Мологда. Называть конкретный автосервис я, конечно, не буду, дабы его сильно не разрекламировать, а вдруг... Короче, у мужа, мужа моему приспичило, у него там что-то скребло в машине, особенно при поворотах. И он решил, что ему нужно поменять второй ступичный подшипник, по-моему, это так называется. Короче, с одной стороны на переднем колесе он был уже давно, заменяли мы его года-два, по-моему, назад. И он решил, что это, наверное, с другой стороны подшипник уже вышел из строя, его нужно тоже заменить. Он выбрал такой достаточно серьезный автосервис, то есть это не какие-то там гаражи, не стал ни в какие гаражи обращаться. Хотя до этого он в гараже как раз менял первый подшипник, и ему там из-за того, что там такой был какой-то неподготовленный автосервис, и долго очень меняли, возили куда-то выпрессовывать подшипник, потому что этот уже оригинальный, и он работал очень давно на машине. И вот он решил, что выберу автосервис получше, чтобы никуда там не надо было им возить, они сами бы все смогли сделать. Короче, дал машину в автосервис с этим подшипником, ему там все заменили. Но тоже как-то не очень быстро, там не надо было некоторое время ждать. Мы с ним пошли вместе забирать машину, там еще у них посидели, подождали, и потом сели, поехали. Короче, отъехали совсем недалеко, скрипсти стало еще больше, то есть стало все еще хуже, чем до замены подшипника. И плюс он вылез для ошибки по электронике, то есть там такие спереди, перед рулем на панели такие ошибки вылезают, если что-то не так. И там три, короче, штучки таких загорелось. Полностью не работала АБС, антиблокировочная система, по-моему. Я могу что-то не так сказать, но, в общем, извиняйте, потому что я не очень понимаю. И из-за этого, соответственно, она работает так, что в поворотах не заносит, и машину как-то направляют, там электроника вся. В общем, машина такая умная, и для нее требуются мозги. И вот, я ему говорю, что типа, все, сломали тебе машину в этом автосалоне. Он говорит, да нет, что типа, может быть, они ни при чем, может, просто так электроника на это реагирует. Он сначала, на следующий день он съездил сначала в один автосалон, где ему устранили шум, который дополнительно еще возник при движении колеса, там что-то задевало, короче, ему там что-то загнули, взяли денег, и колесо скрипсти не стало. Но ошибки там самостоятельно он попробовал тоже, короче, ошибки было не сбросить, так как написано это в интернете. И он пошел снимать колесо, что, может быть, там они что-то не так поставили. Для того, чтобы проверить электронику в машине, муж съездил в официальный автоцентр Toyota, и там за диагностику около 1000 рублей заплатил. Ему проверили и сказали, что да, у вас не работает АБС, и, скорее всего, это из-за того, что неправильно установлен этот подшипник. Тогда он поехал в гараж и сам решил проверить сначала, как установлено все. Короче, снял в гараже сам колесо и увидел, что датчик АБС, который там прикреплен, не знаю каким способом, колесо, у него гайка сломана, на которой он крепится. И сам датчик просто приклеен на изоленту. Не знаю, какой там у них мастер всем этим занимался, и почему он никому ничего не сказал, что у него сломался этот болт, и что он прилепил как-то на изоленту этот датчик. Он обратно, соответственно, поехал в этот автосалон, у него снова взяли машину и стали ремонтировать, теперь уже по-нормальному. В общем, после того, как все сделали, датчик прикрутили, сделали новую резьбу, там где-то просверлили, вставили новый болт, датчик нормально прикрепили. После этого стало все работать, деньги с диагностику в Тойоте тоже вернули, в общем, все как бы нормально, но вот такие вот специалисты бывают, работают в нормальных автосалонах. И, блин, Саша говорит, что типа, я лучше бы в гараж опять в этот ехал, и мне там дешевле сделали, где-то, получается, больше чем на треть дешевле, и нормально сделали тогда в гараже. А вот этот автосервис поехал, говорит, все, ничего, не работает. Короче, машина у него так же, все там что-то бренчит, стучит до сих пор. Ничего не поменялось, только деньги взяли за установку этого подшипника. Такие вот дела. Будьте внимательны и осторожны. Блин, пипец, представляете? Ушла сегодня из дома в 12 часов, до этого у меня час тушилась, в 11 часов, наверное, курица на сковородке. В 5 часов вечера звонит муж, что типа, я там все сожгла на сковородке. Она у меня сейчас с 12 до 5 часов вечера, в 5 часов там тушилась, короче. Ну, вгорела, уже загорела, поджарилась. Ужас какой-то. И главная самая фишка в том, что я как раз думала о том, что как бы мне не опростоволоситься и не оставить ее там. На газу, когда я поеду к сестре, и я специально не зашла. У меня была гречка выключена, оставалось только курицы на газу. Но при тем, я специально зашла на кухню, выключила курицу. И, короче, после этого только пошла. Как оказалось, я почему-то ее выключила не так, как надо было, а я поставила на самый маленький газ. И ушла. Вообще жесть. Такого еще не было с ними. Вот и я приехала первый раз за это лето, короче, на дачу. Вот. Потому что раньше как-то выходные не совпадали у меня с родителями, когда они едут на дачу. А сейчас совпали, и вот я здесь. Правда, лето это такое еще так выручить печально, да. Все померзло. И сегодня тоже вот такая вот погода нелетная. Вот. Может, за грибами мы сходим даже в лес. И в баньку вечером. Папа затопит. Будем мыться в бане. Плутва. Ой, все закапало. Какое небо голубое было. Такая большая. У нас с тобой ростом почти. Дай-ка я в сторону двинусь. В сторону как. Ну что, Ваня, как все туда. Я уже на скаку подниму. Бабах. Не знаю, тебя это. Прилетит. Я иду и думаю уже не в первый раз, что этим летом мне реально не хватает чего-то такого по-настоящему летнего отдыха в деревне, на природе. Запаха трав, пения птиц, стрекотания, стрекоз и еще тому подобного. Какое-то лето нелетнее, я его все работаю и не могу даже один раз в свою деревню ездить, и мне этого реально не хватает. С другой стороны, я не могу понять, как этого может не хватать, ведь вот я хожу, да, тут у нас в городе тоже лето, тоже иногда пахнет травой, там скошенный, не скошенный, сухой. Но вообще реально, мне так этого как-то мало этим летом. Сейчас вот еще стала жара в августе, сегодня у нас 20 августа, вообще жарище, я иду, мне жарко, футболки в шортах. Второй раз надела шорты короткие за летом. И вроде бы получше стало, до этого вообще было что-то пипец. Я иду, и прям нет, вот прям вот так охота, охота уехать куда-то на природу, чтобы была трава, чтобы ей пахло, чтобы вот эти все деревенские запахи были. Но не могу уехать, куда я поеду-то. Спасибо за ожидание, проверила информацию, у вас был списан обещанный платеж сегодня с нуля часов 300 рублей. Обещанный платеж у вас с 15 числа был зачислен на 300 рублей и сегодня с утра списан. Нет, у вас, к сожалению, не было поступлений после обещанного платежа, после зачисления обещанного платежа не было. Нет, пополнить баланс вам нужно. У вас, к сожалению, не было поступлений после того, как был зачислен обещанный платеж. Вы когда вносили денежные средства? Ходила сегодня в фикс прайс, там купила наполнитель для кушачьего туалета, и еще купила вот такую вот книжечку маленькую, орфографический словарь. Не желает у меня фокусироваться ни на чем. Ну, в общем, 50 рублей, недорого, и тут, короче, все слова, ну, как все, относительно все. Я думаю, может быть, нам в школе пригодится, а может быть и нет. Смотря как мы будем тщательно учиться и будем ли пользоваться словарями. Пришла, конечно, и думаю, ну, можно же все слова посмотреть в интернете, на какой-нибудь Википедии, еще чем-то, чем-то. Ну, так-то не знаю, вот как вы думаете, как, по вашему мнению, пригодится вообще в школе орфографический словарь или нет? Не знаю, я думаю, 50 рублей куплю, 17-й год, типа. Конечно, тоненькие такие странички, но ничего, я не думаю, что очень часто будем им пользоваться. Точно не каждый день читать.